Итак, внимание, друзья! Хочу вам предоставить канал, который снимает FIFA, The Long Dark. Канал называется Сергей Сега. Советую каждому сюда зайти, кто любит футбол, кому просто нравятся бродилки, прохождение. Если это именно ты, то переходи и подписывайся на этот канал. Я надеюсь, тебе понравится. Всем привет, дорогие друзья! С вами Барон. Надеюсь, этому ролику вы все же поставите лайк. Если вам не трудно, то, пожалуйста, класните на пальчик вверх и все будет отлично. И сегодня на новом своем Мерседесе поеду я к себе на военную базу, дабы чтобы спокойно там поработать. Не знаю, какой смысл в этом будет и что у нас получится, но я недавно вступил... Так, в военку... Для начала ей нужно найти, вот, военная часть. Так, у меня там была военная часть Арзамаса, насколько я помню. Вроде как да. Ух ты, ё-моё, как это все опасно. Хорошо, ладно. Поехали. Поехали спокойно на военную часть. Кстати, тачка мне очень сильно нравится, я ничуть не пожалел то, что приобрел себе именно этот автомобиль. Так. Плюс он очень хорошо, кстати, смотрится с дисками. Они более как-то гармонируют с ним, что ли, не знаю. Ну, это просто вообще бомба, а не тачка. Все прекрасно. Ой-ой-ой. Недавно еще, кстати, в казино денег поднял, ребят. Вот как раз мы на стриме играли там. Был стрим по КРМП Амазингу. И, соответственно, я играл на стриме. Вот. И мне довелось поднять немного денег. Ну, как немного. Где-то сначала я поднял 4,4. Потом слил все до миллиона. И с миллиона я опять, или до 400 даже тысяч. И, короче, с 400 или там с миллиона, скорее всего, с 400 поднял себе 3,7кк. То есть, такое уже наблюдалось у меня. У меня был ролик, где я там с 400к где-то, или с 900к до 4кк поднимался. Можете посмотреть. Есть все на канале. Все эти видео. Так, давай как-нибудь, я не знаю, сюда, что ли, повернем, да? Я думаю, сюда сейчас поедем. Ну, а дальше уже посмотрим. Надеюсь, это та база, на которую мне нужно ехать. Потому что я, если честно, не помню, на какой базе я обитал. Так, 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 так. Но зарплата 3000 рублей. Так, ваш уровень повышен, да ладно. О, я восьмой левел. Самое интересное, друзья, что я хочу вам сказать. Если мы здесь отыгрываем с вами 12 пайдейов, то нам дают автоматически плюс 1 ранг. То есть, если мы будем постоянно онлайн, соответственно, нам будут давать ранги, друзья. Это довольно интересная штука. Поэтому, если кто-то будет здесь наблюдаться в армии, то, ребята, главное, играйте. Главное, будьте в сети, главное, онлайните. На самом деле, я уже просидел где-то 4-5 часов в онлайне. И вообще жду, когда меня уже повысят. Но это еще, конечно же, будет не скоро. Это еще часов 6-7 мне нужно отсидеть. После этого только меня, конечно же, повысят. О, нифига себе, блин, машинка, конечно, бешеная вообще. Гоняет жестко. На самом деле, даже текстуры, видите, немного FPS подлагивает, не успевают. Просто они не успевают прогрузиться, потому что их настолько много, во-первых. А во-вторых, эта скорость довольно-таки немаленькая. Вообще, эта тачка на Inferno какой-нибудь похожа изначально. Но здесь его, я так понимаю, нету. Возможно, следующую машину себе купим уже Lamborghini. Не знаю, там какая, Aventador она вроде там, Lamborghini-то. Вот, возможно, ее купим. На ней уже будем кататься. А, возможно, ничего не купим. Возможно, домик себе поменяем. То есть, продадим этот в госцену и купим себе что-нибудь домикое. В принципе, дом прикольный у меня. Он мне очень сильно нравится, во-первых. Потому что он близко везде, абсолютно. То есть, я могу в ОПГ Южный вступить. И у меня будет рядом с ОПГ как раз-таки домик, в котором я буду жить. Так, тут надо развернуться. У меня, кстати, еще и бизнес есть здесь. Не знаю, там по бизнесу вообще прибыли очень-очень мало, друзья. Поэтому я не особо там слежу за ним. Просто положил деньги, купил лицензию. И вообще даже не смотрю менюшку данного бизнеса. Посмотрел один раз, там было 33 тысячи рублей мне он принес. За сутки он приносит по 30-40 тысяч рублей, короче. Ну, собственно говоря, это очень мало, но у вас нет доступа. Странненько, странновато. Так, и как мне залезть в эту базу? Так, это вроде моя база, да ведь? Да, это моя база. Тут вот стоят БТР, и мне эту базу и показывали, кстати. Между прочим. Но почему-то я не могу сюда заехать. Или, как говорят, не тот вход или что-то в этом роде. Ну, сейчас посмотрим, чей это вход. Наш, не наш. Вот это еще может быть. Так, свои, е-мое. Нет, я так понимаю, он не открывается. Ну, хорошо, давайте посмотрим немного эту базу. Что касаемо постов, то есть это у нас то КПП, с которого я перепрыгнул, это у нас КПП-2. То есть здесь мы доблестно нанесем службу. Здесь будка КПП-2. Опять же, очень много всего интересного. Опять же, памятник, архитектура, как-никак. Здесь мы сможем взять несколько единиц оружия. Здесь же загружаются мотовозы металлом. Далее, ящик запрещают набрать, то есть это склад. Это, говорят, брать можно только с разрешения и по одному рожку. Ну, я возьму, ладно. То есть мы берем АК-47 и берем ГЛОК, я так понимаю, да? Ну, собственно, в модельках это АК-47 и Макаров. Хорошо. Данные фуры доступны, ребят, с третьего ранга, поэтому вам стоит прокачаться. И самое интересное то, что эти танки, собственно, на танках действительно можно ездить. Вот это что-то с чем-то просто. Действительно, я не ожидал того, что можно на танках реально кататься. Так, это у нас медпункт, то есть, как мне сказали, но по факту это является штабом. Хотя мне показали, якобы это медпункт, а написано, что штаб. Хотя, может, я что-то не так просто, как-то не так хожу, но помнится, мне говорили действительно то, что это медпункт какой-то. Но написано черным по белому, как говорится, что штабик это. Так, далее наблюдательная какая-то вышка. Вот эта вот присутствует у нас. Входа в нее вроде как нету, то есть, это обычная вышка. А нет, слушай, есть вход, то есть, можно на данную вышку подняться и, соответственно, смотреть красоты данного штата. На самом деле, штат очень красивый. То есть, вот мы так поднимаемся и видим, то есть, все абсолютно, то есть, спокойно можем смотреть, кто к нашей базе подходит, что здесь происходит. То есть, видим то, что колонна БТР едет, потом какая-то едет машина. То есть, видите, да, колонна просто едет непонятно куда. Далее, БТР тоже, кстати, доступны. Где-то здесь были еще вертолеты военные, хотя, не знаю, есть ли они здесь сейчас, но были вроде как. Там вон генеральская машина. То есть, здесь у нас офицерочки стоят. Так, и куда-то поехала эта колонна. Блин, я хочу так с этой колонны, конечно, проехать, потому что это было бы как минимум интересно. Потому что я не знаю, куда они поедут, но мне хочется это узнать, чтобы в дальнейшем тоже с ними кататься. Я видел там гражданский автомобиль катается, не знаю, пустят ли они меня тоже поездить вместе с ними. Так, откуда я пришел вообще? Так, это не сюда. Так, мне нужно немного пробежать, да. Ну, давай, пробанихопим, как говорится. Может вам вызвать врачей. Действительно. Так, мне, кстати, вот эти машинки очень прикольные. Мне в такую тачку, и все было просто супер-пупер. Так, давай, перепрыгиваем. Оп, спокойненько перепрыгнули. Как говорится, знакомимся с армией. Армейская жизнь. Что происходит в армии в 21 веке, да. Что-то в этом роде. Так, ну и поехали, посмотрим, не уехала ли еще колонна, которую... Нет, она не уехала. Колонна, к счастью, для меня стоит. То есть, вот, вы можете наблюдать то, что есть БТР, который, кстати, возможно, стреляет. Опять же, стоит машина. Притом, набитая бойцами. Вот это самое интересное. Я так понимаю, это у них какая-то РПшка, да. Ну, слушай, это довольно неплохо. Возможно, я на самом интересном поделю этот ролик, и будет два видео у нас. Не знаю, посмотрим, как пойдет на самом деле. Но так, если посмотреть, то есть, это очень интересная штука. Не знаю, кикнут меня или нет, но... Мы видим то, что здесь имеется правительственный автомобиль такой. То есть, это Мерс за 2 миллиона. То есть, у меня, конечно же, Мерседес дороже будет. Дороже выходит. Так, здесь мы уже сесть никуда, к сожалению. А хотя нет, вот сможем на переднее сиденье сюда сесть и спокойно ехать. Ну, и здесь у нас ребята военные запрыгнули в кузов, сидят и ждут, ожидают приказа, как говорится. У меня же офицерская форма, то есть, я будто офицер. Так, ну и все, я думаю. Поеду я сзади колонны, чтобы все было отлично. Так, тут у нас сразу значок «Люди» и ограничение скорости 70 км в час. Ну, неплохо. Так, надеюсь, эти ворота не закроют, а оставят меня по ту сторону баррикад. А мне этого никак уж не хочется. Так, 7 литров у меня бензина. Так, я все-таки сяду к этому человеку, потому что я чую... Так, стой, 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 погоди. Давай в путь, братан. В путь, дорогу дальнюю, как говорится. Так, все отлично. Ребята что-то там говорили, еще или одну машину взять, но что-то нет. По поводу, кстати, армии, друзья. Армия очень довольно неплохая. То есть, мне серьезно она понравилась. То есть, есть различные вышки. Опять же, можно садиться вон в ту машину эту, блин, и спокойно кататься. Мне это действительно понравилось. Но, я думаю, на этом мы сейчас закончим. Ну, а в следующей серии вы увидите вот такое вот интересное мероприятие. То есть, как оно проводилось, что с ним было, я не знаю. Но, надеюсь, в следующем ролике и в этом ролике вы поставите лайкос. Ну, а на этом я заканчиваю. Знакомство с армией закончено. Будем в следующей серии уже служить и, собственно, присутствовать вот на таком мероприятии. Я бы, так сказал, тренировки. Все, друзья. Всем большое спасибо, всем удачи и всем пока.